Моллюски Привет, друзья! Сегодня мы познакомимся с очень мягкими беспозвоночными животными – моллюсками. Разнообразие видов моллюсков, обитающих на нашей планете, поистине огромно. Они существуют и в воде, и на суше, и выглядят совершенно по-разному, будучи похожими друг на друга не более, чем одно млекопитающее, похоже на другое. Одни очень маленькие, имеют длину всего несколько миллиметров, а другие огромные и могут достигать 20 метров, к примеру, как этот гигантский кальмар. Вы только представьте, он больше, чем грузовик! Моллюски, хотя и сильно отличаются друг от друга, все же имеют общие черты, которые мы должны знать. Они имеют мягкое, очень мягкое тело, которое не имеет костей и покрыто слизью. Иногда оно защищено ракушкой, например, как у мидии. Раковины моллюсков очень прочные за счет перламутров, стилающего их внутренний слой. А некоторые виды моллюсков имеют голое тело, ничем не защищенное. Слизняк, например. Кальмары, осьминоги и каракатицы относятся к головоногим моллюскам, они не имеют раковины. Водные моллюски дышат через жабры, вот как, например, осьминоги, а земные – через легкие, как эта тихая улитка. Что касается питания, то большая часть моллюсков травоядные, и питаются они в основном планктоном и водорослями. А головоногие моллюски могут различать вкус пищи благодаря щупальцам и являются хищниками. Их рацион составляют рыбы, ракообразные и другие моллюски. Самыми крупными в мире двустворчатыми моллюсками являются гигантские тридакны, во взрослом возрасте достигающие размера раковины в 2 метра и веса в 330 килограмм. Порой они могут быть опасными для дайверов. Если неосмотрительно потревожить это создание, оно может быстро закрыть створки, защемив руку или ногу пловца. Иногда раковину тридакны используют как детскую ванну. Например, в соборе Парижской Богоматери раковина тридакны служит купелью для крещения. Среди всех классов моллюсков больше всего брюхоногих, вроде улиток, их целых 80%. Еще 19% приходится на двустворчатые, устрицы, мидии и им подобные. А оставшийся 1% приходится на все остальные классы сразу. Возраст всех имеющих раковину моллюсков можно подсчитать по количеству колец на ней, так же как возраст большинства деревьев определяется по годичным кольцам. Продолжительность жизни моллюсков различна. Некоторые проживают свою жизнь за несколько недель или месяцев, а другие могут жить до полутора века. Кровь у некоторых моллюсков на воздухе приобретает голубой цвет, а не красный, так как ту функцию, которую в нашей крови выполняет железо, в их крови берет на себя медь. Окаменелые останки морских моллюсков время от времени находят на склонах Эвереста, высочайшей горы мира. Некогда она была частью океанского дна. Забавным является следующий факт. Во Франции и Англии в первой половине 19 века устрицы считались пищей для бедняков, которые не могли себе позволить купить мясо. Однако бесконтрольный вылов этих моллюсков привел к резкому сокращению популяции этих особей. И во второй половине 19 века они очень подорожали, став при этом деликатесом. Наибольшим количеством зубов среди всех живых существ может похвастать один из моллюсков – обычная брюхоногая улитка. Зубы у нее совсем крошечные, без микроскопа и не разглядеть, зато их порядка 25 тысяч. Моллюск-хищник Рапана прибыл в Черное море в 1947 году из Японского моря на днищах переброшенных оттуда советских торпедных катеров и к настоящему времени съел почти всех устриц, медий и морских гребешков. Но теперь мы знаем немного больше о моллюсках. А я хочу напомнить вам, что мы должны заботиться о природе и всех живых существах. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте все больше и больше о нашем мире. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok